80-ю годовщину освобождения станицы Славянской в нашем городе встретили памятными митингами в месте форсирования реки Протока и в парке 40 лет победы. Молодежь муниципалитета везде активно участвовала, в том числе и в молодежном патриотическом мероприятии «Славянский рубеж», которое прошло в городском Доме культуры. Военно-исторические клубы развернули свои экспозиции в фойе городского Дома культуры. Здесь были гимнастерки, украшенные наградами, знаменитые винтовки, трехлинейки, автоматы, а также снаряды, мины и гранаты наши и трофейные. Все это помогает молодежи ярко представить себе, как добывалась победа. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сердечно поздравил всех собравшихся ветеранов вооруженных сил, педагогов, учащихся и студентов с 80-летним юбилеем освобождения станицы Славянской. Благодаря духу, патриотизму наших советских воинов, любви к своей родине, 23 марта 1943 года наши войска с трудом переправлялись через реку Протоку, которая унесла более 1750 воинов, которые сегодня без вести пропавшие. Но память о них вот в нашем парке сохранена на обелисках, выбиты их имена. Я хотел бы, дорогие ребята, выразить вам слова благодарности за вашу патриотическую работу, что вы участвуете во многих акциях патриотического направления. Участвуете во всех мероприятиях по военно-прикладным видам спорта. Затем Григорий Литовко и председатель славянского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство Александр Казуб вручили благодарственные письма и медали 25 лет боевому братству активным славянцам, внесшим большой вклад в работу этой организации. Нелегкой ценой досталась нам победа над немецко-фашистскими захватчиками. Тысячи солдат и офицеров сложили свои головы в ожесточенных сражениях. Об этом нужно помнить и говорить. На примерах героизма воспитывается юношество. Сегодня мы видели на этой сцене, еще услышим именно тех, кто своим вкладом, своим трудом добивается самого главного, чтобы память о подвиге наших отцов, дедов оставалась в наших сердцах, оставалась в нашей душе. И я уверен, что эта работа будет продолжаться, потому что именно в нашем районе, могу с уверенностью это сказать, очень высокий уровень преемственности, воспитательные работы, начиная от детского сада, продолжая в наших школах, в техникумах, в высших учебных заведениях и заканчивая общественными организациями, советами ветеранов, мы все занимаемся этим. Воспитываем патриотически правильного, правственно воспитанного человека. Вступая в ряды юноармейцев, ребята торжественно клянутся быть достойными продолжателями дела солдат Победы. Вступая в ряды юноармейцев, перед лицом своих товарищей торжественно клянемся, всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянемся! Соблюдать отставку юноармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянемся! Около 70 воспитанников военно-патриотических клубов вступили в ряды юноармейского движения. Им вручили знаки принадлежности к Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юноармия». Руководитель военно-патриотического движения «Юноармия» Славянского района Игорь Лехов вручил юноармейское знамя руководителю нового юноармейского отряда «Суворовцы» третьей школы. Подрастающее поколение принимает эстафету памяти от своих отцов и дедов с тем, чтобы высоко нести знамя патриотизма. Я искренне горжусь тем, что в Славянском районе живет, работает, учится и развивается такая молодежь, как наша. Я хочу поблагодарить всех здесь присутствующих, уважаемые коллеги, старшие, за то, что поддерживаете и помогаете молодежке, помогаете молодежи развиваться и становиться предметом веков гордости для своих родителей, наставников, для тех, кто окружает ребят. Торжественное мероприятие сопровождалось яркими и красочными номерами в исполнении творческой молодежи Славянского района. В завершении молодежного патриотического мероприятия были награждены победители муниципального этапа 22-го краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое отечество». Юные славянцы достойно продолжают эстафету подвига. Они прекрасно помнят, кому мы обязаны мирным небом над головой. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».